Одна из самых глубоких скважин в Каспийском море, крупнейшая находка геологов госнефтекомпании Азербайджана Сокар, месторождение УМИД. Накануне операционная компания УМИД Бабек ввела в эксплуатацию новую скважину номер 16 на данном месторождении. Об этом значимом событии мы поговорим с Эльдаром Яродангулиевым, заместителем гендиректора по операциям Сокар-Агаше. Здравствуйте, Эльдар. Мы очень рады приветствовать вас в прошлом студии. Почему так важна разработка последней скважины номер 16 на данном месторождении и в чем вообще особенности данного месторождения? Месторождение УМИД одно из сложных месторождений не только в Азербайджане, но и даже в мире. Проборенная скважина 16 с высоким дебетом доказала, что потенциал месторождения велик. Это самая главная задача. И надеемся, что в дальнейшем будут еще скважины и платформы. Эта скважина пробурена с платформы номер 1 с высоким дебетом. Это очень нас радует. Эльдар Малин, что можно сказать о геологическом строении данного месторождения? С какими сложностями вы столкнулись во время бурения? Как я упомянул, одно из самых сложных месторождений в мире. Значит, геологическая структура здесь очень осложненная. Высокие температуры, давление и при бурении они себя проявляли. Но, несмотря на это, наша компания Сокарагаше удачно провела бурильные работы. Закончила скважину, скажем, очень высококачественную, долгосрочную. И сдала заказчику. Умид Бабек Аперейтинг Компани. Можно ли дать примерную оценку запасам месторождения и продуктивности новой скважины? Несколько дней назад уважаемый вице-президент Хошперт Малин выступал по телевидению. Он сказал, что запасы месторождения умид свыше 200 миллиардов кубометров газа. Об этой скважине можно сказать, что годовой потенциал где-то 900 миллионов. Что можно сказать вообще о деятельности Сокар в этом направлении за рубежом? За рубежом данный момент Сокарагаше работает в республике Бангладеш. Значит, у нас там есть проект. Одна скважина пробурена, сейчас идет подготовка к бурению второй скважины. Первая скважина тоже удачно пробурена, качественно пробурена и сдана заказчику. Это местная компания Бангладешской республики. Сейчас в данный момент подготовка к второй скважине, после этого есть еще скважина. Эльдар Мелим, потенциал Сокарагаше предусматривает ли он предоставление услуг другим странам и компаниям на Каспии? В данный момент наша компания Сокарагаше имеет потенциал работать за рубежом. Как я отметил уже в республике Бангладеш, сейчас идет переговор на Украине. Есть несколько еще проектов, где в тендере мы участвуем. То есть я хочу сказать, что потенциал нашей компании велик. А то, что пробурена скважина на Умюде, с несколькими рекордами, так скажем. Самая глубокая скважина у нас впервые 6810 метров. Скважина очень качественно построена. То есть это означает, что обсадные трубы, которые в скважине, они очень высокого качества. Ни за одной колонной обсадных труб не наблюдается давление. Это указывает, что очень качественная скважина. Освоение скважины, заканчивание скважины тоже очень качественно проведено. И вот эти рекорды плюс геофизические исследования. Очень много было проведено. Был взят керн с глубиной 6664 метра. Это тоже новшество впервые. Это все показывает, что мы можем работать не только в Азербайджане, но и на самых тяжелых месторождениях даже мира. Эльдар Мярин, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Спасибо вам тоже. Я напомню о перспективном месторождении Умид. В Азербайджанском секторе Каспийского моря мы говорили с Эльдаром Яродангулеевым, заместителем гендиректора по операциям Сокар-Агаши.